В любимый детский парк они приходят каждый день. Живут рядом. Мама с маленькой Настей ведут нас по привычному маршруту. Я здесь с самого детства своего гуляю. И, конечно, вот сейчас, как родился ребенок и подрастает, мы тоже сюда приходим практически каждый день. Конечно, очень хочется зеленых газонов, цветочков красивых. У первоклассницы свои мечты о парке, где они дети, главные герои. Иногда есть неровные дороги, но я все равно по ним проезжаю. Нравится мне очень на самокате кататься. В 1936 году это был один из первых детских парков, открытых в Советском Союзе. Зона отдыха и сейчас популярна, но все больше перестает быть созвучно названию. Саратовцы постарше проводят вечера на скамейках возле фонтана. Вспоминают, каким был парк в былые годы. Парк очень хороший. Он лучше был. За ним больше следили. Были качели, были скамеечки. Был зоологический уголок, детская автомобильная дорога. Здесь собирались на аттракционах, гоняли мяч на футбольном поле. Играли в баскетбол. Что-то сохранилось. Что-то осталось лишь на старых фотографиях. На небольшом участке школьники выращивали цветы, ягоды и овощи. Знаменитая кафе «Ромашка», куда приходили за мороженым и где сейчас библиотека, давно утратила былой лоск. Это здание построено в стиле советского модернизма. И сейчас они, конечно же, не очень в хорошем состоянии. Им требуется ремонт. А это долгожители парка. Каменные скульптуры героев мультфильмов появились в 60-х. Краеведы беспокоятся. Как их сохранить? Постоянная прописка на небольшом стадионе у нескольких спортивных школ. Приемы каратэ отрабатывают в облаке пыли. Желательно здесь должен быть зеленый газон. И беговые дорожки, они асфальтные. Лучше, конечно, чтобы резиновое покрытие было. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил реконструировать детский парк и работу над новым обликом зеленой зоны начать в ближайшее время. В планах изучить этот вопрос подетальнее, заказать проектную документацию, обсудить с вами, что там должно быть в этом парке, учитывая, что его возможности позволяют создать комфортное среду для отдыха с детьми и занятия спортом. Все это нам предстоит сделать в течение зимнего времени в плане проектной документации, а затем постараться летом начать работу. Работы предстоят масштабные. Территория в 6 гектаров должна полностью преобразиться, при этом не потерять исторический облик.